Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова, с вами Юля, и сегодня мы будем с вами тестировать новый праймер от KVD или Kat Von D Beauty. Бренд переименовался уже один раз, но, тем не менее, он на слуху. Праймер вышел 29 июня и уже успел наделать много шума. Посмотрите на его текстуру. Он жидкий, он как маслянистый, и в этом праймер от Kat Von D нет талька, силикона и алкоголя, что очень важно. Также, по-моему, он веганский у нас. И это еще не все, что делает этот праймер таким необычным и единым в своем роде. Мы сегодня будем с вами тестировать этот праймер на наших веках. Я буду использовать две разные палетки. Первая палетка – это палетка от Наташи Диноны, ее бронзовая палетка с потрясающими бронзовыми оттенками с этой палетки. На другой же глаз мы нанесем палетку от Maddie Ziegler. Нам будут интересны именно яркие оттенки, потому как нам интересно, как будет смотреться и вести себя праймер с бронзовыми и с очень сильно яркими оттенками. И сама жидкость, которая в упаковке, она очень интересно выглядит, скажем так. Как я уже сказала, нужно это все потрясти, тогда он уже будет работать. Праймер, кстати говоря, сделан в Италии. Здесь у нас 5 мл продукта. Ничем не пахнет. И чтобы получить нам продукт, здесь есть такая пимпочка, на дне вы нажимаете ее и получаете сам продукт. Он очень жидкий и, как вы видите, он имеет такой угольный цвет. Когда вы растираете его в руках или на веках, он приобретает уже обычный прозрачный цвет. И давайте нанесем его на наши веки. У этого праймера реально прям такой липковатый финиш, то есть чем дольше он у вас засыхает на веках, тем липче он становится. И начну я с палетки Наташи Диноны. Мы что-нибудь сделаем нюдово-коричневое и посмотрим, дружит ли этот праймер с коричневыми оттенками. И начну я с оттенка Sun Tan. Идеальный такой оттенок для того, чтобы сделать растушевку. Он конкретно чувствуется липким. Прям моя кисточка даже, она не то что скользит по веку, она прям немножко даже прилипает к моему веку, что вообще не очень круто, потому как обычно тени Наташи Диноны, они как масло. Дальше мы нанесем оттенок Sun Down, такой легкий нюдовый оттенок, который идеален для именно зоны уголка глаз. На эту часть глаза для затемнения мы нанесем какой-нибудь темный оттенок, а именно оттенок Deep Dive, тот самый интересный коричневый из этой палетки. Пигментация просто огонь. На самом деле сам этот оттенок, он очень сложный, с ним работать, он очень капризный, потому как он может очень сильно пятнить. Как вы видите, да, он начинает пятнить уже, что очень вообще не круто ни разу. И разбавлю я все это оттенком Magma, той же самой кисточкой. И дополним мы все это, естественно, каким-нибудь красивым спарклом. Например, вот таким в оттенке Palladium. Здесь он просто на середину глаза сначала. Совершенно по-другому смотрится, и тот ужасный черный, он у нас пропал. И на внешний уголок глаз я нанесу какой-нибудь красивый, например, оттенок Silk. Он также золотистый, но он чуть ярче. Ну что, вот так выглядит наш макияж с использованием палетки от Natasha Denone Bronze Palette. Я использовала как матовые, так и спарклые. Я считаю, результат получился очень даже неплох. Это все даже выглядит гораздо более ярко, чем если бы без подложки вообще. Поэтому в конце я скажу вам свое мнение. Но сейчас давайте перейдем к палетке от Morphe и их коллаборации с Мэдди Зиглер. Мы будем использовать именно яркие оттенки, потому как посмотреть хочется, как это все работает с яркими тенями. Для нанесения я буду использовать кисточку от E.L.F. и коллекция Retro Paradise. Какой же оттенок нам взять? Окей. Я начну со своего любимого оттенка лилового, который называется She Insists. По-моему, это будет очень здоровский макияж в этом, в таком стиле. Конечно, они невероятно крошатся, эти оттенки прямо. Не то, что крошатся, а не пыльные. Окей. Очень даже хорошо идет. Посмотрите, как оттенок гораздо лучше выделяется. То есть он определенно стал гораздо более-более ярким. То есть он стал гораздо глубже. Вот правильное описание. И теперь я хочу взять этот красивый красный оттенок, который у нас с небольшими блестками. Называется он Crushed. И я возьму еще немного красного на уже другую кисточку, чтобы сделать этот оттенок более плотным. Я не могу сказать, что растушевка прямо-таки идеальна у этих оттенков. Не могу сказать, что праймер он прям 100% решил эту проблему. Но цветопередача, она хороша. И нанесение этого оттенка ничего мне такого хорошего не дало. Наоборот, он сделал более какой-то грязный финиш на этой площади глаза. И я хочу нанести оттенок, который называется Go Home. Такой потрясающий бордовый оттенок. Ну что, ребят, вот так у меня выглядят глаза с двумя разными типами оттенков. Более яркий и более приглушенный нюдово-бронзовый. Я хочу сделать мои глаза одинаковых оттенков. И поэтому сейчас я накрашу свой левый или правый глаз одним из этих оттенков. И мы уже тогда поговорим о конечных результатах. Ну что, ребят, я вернулась. И мне есть что сказать насчет этого праймера. Первое. Праймер хорошо ложится именно на бронзовые тени. То есть бронзовые тени, как мне кажется, они созданы для этого праймера. Они лучше всего ложатся, они лучше всего растушевываются. И они приобретают такой глубокий оттенок коричневого. Безумно классно смотрится. Просто бомбически. Я не могу наглядеться, смотря в зеркало на мой макияж. Потому что он настолько приятно выглядит. Настолько возможно даже этот праймер. Плюс сами тени хорошего качества. Насчет нанесения ярких теней с праймером от Кейри Ди. Я считаю, что это имеет место быть. Однако, это не тот праймер, который, знаете, создан для нанесения супер ярких теней. Потому как пигмент, он, не могу сказать, что он прям супер делается ярким. Да, он есть, однако тени залипают и тени не выглядят так дорого, как если вы бы использовали какой-нибудь абсолютно другой праймер, как, например, от POE или от Urban Decay, который я всегда использую. Этот праймер идеален для нанесения именно бронза, потому что он делает оттенок более глубоким и более все это красиво выглядит. Текстура этого праймера, она очень удачна, она прозрачная и она не дает никакого вам дополнительного ненужного пигмента. Если вы, допустим, не хотите, чтобы у вас был белый пигмент от обычного праймера, этот праймер никак не закроет ваши сосудики на веках. Нет, он очень мягкий, легкого действия и он липкий. Нанося его на ваши веки, будьте готовы к тому, что он, когда и высохнет, вы все равно будете ощущать эту липкость. Даже нанося какие-либо тени, неважно это яркие или обычные какие-нибудь нюдовые оттенки, он липнет даже к кисточке. Не то, что он липнет и прилипает как клей, нет. Просто есть это ощущение липкости и эта липкость может мешать растушевке, как мне кажется, потому как обычный праймер кремовой текстуры, он помогает вашей кисточке скользить как бы по веку. Этот же праймер, он, как мне показалось, препятствует. Сможете ли вы жить без этого праймера? Возможно, да, на рынке столько много интересных праймеров, гораздо лучше будут помогать вам в растушевке, в распределении теней и так далее. Однако упаковка, должна сказать, она просто потрясающая, очень все это приятно трогать, гладить и вообще смотреть на это, поэтому с упаковкой проблем здесь нет. И надеюсь, вам понравилось это видео, ребят, не забывайте подписываться, если еще не подписаны, а также ставить лайки, это очень помогает продвижению канала. Ну, а я с вами не прощаюсь, ребят, еще увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok